В продаже довольно редкая и интересная бритва в состоянии нос, то есть новенькое сохранение 70-х годов прошлого века. Торговая марка Симон расшифровывается как Карл Монхаус, это владелец этой торговой марки был еще в самом начале 20-го века, 1920-30-е годы. Немец делал немецкие бритвы, ну и называл их Симон. После этого Марко выкупил некий Питер Майклс, у него была компания Питер Майклс Инкорпорейтед в США. Он был дилером, заказывал бритвы в Германии и в других странах. И просил ставить свое клеймо, привозил в Америку, он был в Бруклине, Нью-Йорк, и там их продавал. И поскольку в основном заказывал немецкие бритвы, но они такие средние и интересные, вот этот вот вариант, он сделан в Испании. На коробочке и на самой бритве можно видеть Made in Spain. Поскольку в Испании был только один завод по производству бритв, это завод Хосе Монсеррат Пол, то есть тот завод, который делал всем известные бритвы Филармоника, то эта бритва также сделана на этом заводе. Сейчас покажу саму бритву и потом еще немножко о Филармониках расскажу, интересно. Бритва идет в оригинальном размере 3,8. Она не очень крупная, чем-то напоминает по размеру Супер Гном от Йера новодельный. Вот, но сталь, геометрия и все остальное не в пример лучше. Клеймо. На клейме можно видеть торговая марка Simon и значок бубны, то есть бубновый знак, вот этот ромб красного цвета. Вот, ну и ниже тут на французском написано тип Coiffeur. С французского это переводится как парикмахер, парикмахерская, то есть бритва такая мультикультурная получается. Торговая марка немецкая, хозяин ее американец, сделана она была в Испании, а название на французском. Вот так вот, интересно. Также здесь можно видеть боковую надпись Inox, то есть бритва сделана из нержавеющей стали. На обратной стороне здесь можно видеть клеймо Peter Michaels, Brooklyn, район Нью-Йорка, Нью-Йорк и в самом низу Made in Spain, то есть сделана в Испании. Как я уже сказал, бритва в оригинальном размере 3,8, ранее никем не была использована, заточка была тут заводская, когда она ко мне попала. Ну, такая, тест на волос проходила, но довольно жестко, поэтому я ее переточил. Выборка, кстати, тут такая, весьма условная, то есть почти отсутствует, ближе к почти клину, четверть почти клин. Вот, очень мягенькая. Геометрия шикарная, особенно по сравнению с Супер Гномом. Ну, вот, например, я крайний раз точил, наводил, там все отвратительно. Здесь прям в струночку, в струну. Вот, все очень качественно сведено на заводе. Ручка, ну, такая классическая, можно сказать, для бритв филармоника даже, ручка, которая сделана была на вот этом заводе в Испании. Пины такого, более-менее нового типа, 70-е годы. На ручке такой щелдык металлический или алюминиевый, симон и бубновый знак. Вот, нижний пин, клинышка. Клинышек здесь тоже из какой-то пластмассы, из синтетики. На обратной стороне надписей нет. Все в практически идеальном состоянии. Грязи, какой-то коррозии нет. Здесь из интересного это внутренние шайбы. Они сделаны из такого тоже синтетического материала. Я подобное видел только на шаветках Аллатырь, Аллатри, вернее. Вот, там такие утолщения пластиковые были. Ну, здесь не утолщение, это, скорее всего, сами шайбы. Внизу насечка, вверху тоже насечка. Все чистое, следов чего-либо тут нету вообще. Полотно с обеих сторон идеальное. То есть, ну, полностью новая бритва сохранения. В комплекте родной футляр. Здесь можно видеть, в принципе, всю ту же самую информацию, что и на клейме. Вот, но дополнительно здесь написано, что это размер 3,8 оригинальный. Вот, футляр, в принципе, в хорошем состоянии. Такое вот. По филармоникам еще хотел отдельно рассказать. Ну, не то, чтобы по ним, а об их связи. Вот поставлю пример, покажу. Сам завод, вот этот Хосе Монсарад Пол, он выпускал филармоники с торговой маркой Симон. То есть, были вот такие вот бритвы. Там тоже самое было на клейме. Ну, и плюс к этому, сами бритвы, филармоника, там тоже были узенькие модели. Где-то 3,8. Тоже вставлю, покажу пример. Например, ручка по исполнению, по пластику очень похожая. Сам дизайн клинка. Надпись Inox, то есть нержавейка, тоже на том же месте находится. Ну, то есть, тут по всем признакам эта бритва была сделана именно на этом заводе. Сталь, скорее всего, точно такая же, как на филармониках. Я вот это вот не знаю, да и вряд ли кто-то наверняка знает, откуда они стали брали. И испанская эта сталь была, или у немцев закупали. В Швеции, может быть. Но сам факт, что на филармониках и на вот этой вот бритве Simon, именно вот в этом варианте, сделанном в Испании, сталь, одинаковая. Ну, и, соответственно, рез будет аналогичный. Покажу, как проходят тесты на волосы и буду выставлять на продажу. Бритва хорошо подойдет для любой коллекции, так как является довольно редкой филармоника. Сам завод, где делались бритвы филармоника, редко что-то делал на сторону для американских дилеров, для европейских компаний. Вот этот вариант один из таких как раз. Ну, и в повседневное бритье можно, конечно же. Хоть бритва и не очень широкая. Вот, рез у нее довольно мягенький. Выборка близкая к клину. Вот. И для новичков, в принципе, подойдет. Хотя она немножечко сложнее, она контролируется в бритье. Как и любая узкая бритва, она немножечко норовит подзавалиться. То есть, этот момент надо контролировать. Вот. Но при желании и новичок сможет с такой бритвой сходить бритье клинковыми. Вот. К тому же сталь тут отличная. Да и как альтернатива Тьерам современным, типа Супер Гном. Это отличный вариант. С куда более лучшей геометрией. Более старой стали. Тоже все-таки винтажная бритва. Так. Ну и внешний вид и имя марка сама. Многого стоит. Ну, вот так вот она тесты проходит. Все. Буду продавать. Кому интересно, обращайтесь. Отличная коллекционная вещь.